Независимое телевидение Севастополя подводит итоги завершившегося года и рассказывает обо всех важных событиях, произошедших за 12 месяцев в разных областях жизни города. В этот раз об экономике. Безусловно, на эту сферу жизни Севастополя, как и всей страны, существенно повлияло проведение специально-военной операции. Местные предприятия столкнулись с санкциями, нехваткой импортных материалов и запчастей, сокращением экспорта. Уже через месяц после начала спецоперации Центральный банк России обнародовал данные февральской годовой инфляции. Она увеличилась до 9,15%. В целом по стране в последние дни февраля, вследствие резкого изменения внешних условий, аналитики Центробанка зафиксировали всплеск потребительского спроса, который спровоцировал подорожание бытовой техники и электроники зарубежных туров. Годовая продовольственная инфляция в Севастополе составила 14,8%. Экономика нашего города, как и всей страны, вошла в фазу масштабной структурной перестройки. Однако рынок труда в Севастополе такие изменения не поколебали. Ведь местные предприятия функционируют в условиях санкций уже более 8 лет. В Севастополе удалось избежать безработицы. В марте число трудящихся граждан в нашем городе превысило 225 тысяч человек. На сегодняшний день, по данным Росстата, численность занятого населения уже превышает 232 тысячи человек. Это на 22 тысячи больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Уменьшилась численность безработных. Она на сегодняшний день, рассчитанная по методологии МОД, составляет 10,1 тысяч человек. Снизился также уровень безработицы с 4,8 в период прошлого года до 4,2 на сегодняшний день. Однако уже спустя месяц после начала спецоперации Центральный банк России отчитался о мартовской продовольственной инфляции. В Севастополе она превысила 22%. Напомним, в феврале этот показатель был на 7 пунктов меньше. При этом цены в нашем городе выросли более чем на 18,5%. Это на 2% выше, чем в среднем по стране. Это объясняется увеличением спроса севастопольцев на продукты длительного хранения и наладкой логистики по доставке зарубежных товаров. Но уже в апреле цены стали стабилизироваться. Параллельно властям города пришлось искусственно сдерживать цены на жизненно необходимые товары. В апреле часть продукции севастопольского предприятия «Царь хлеб» подорожала в среднем на 15-20% из-за роста цен на сахар, муку и логистику. Вместе с тем в общей линейке выделили два социальных сорта хлеба – формовой и дарницкий. Цены на них постарались сохранить на уровне 20 рублей до конца года. Рост стоимости чиновники сдерживали за счет получения субсидий из федерального бюджета, которое составило 17,5 миллиона рублей. «Хлеб стандартный, социальный, белый одного вида и черный одного вида. До конца года будет цена булки в том весе, в котором есть 20 рублей. И, соответственно, производитель эту историю подтвердил». Также в апреле власти Севастополя приняли пакет первоочередных мер поддержки предпринимателей города, чтобы постараться стабилизировать экономическую ситуацию в условиях ужесточения санкций. Меры поддержки распространили на 29 отраслей, среди которых сельское хозяйство, производство, IT, туризм и общественное питание. Для них ввели отсрочку по арендной плате за второй квартал. Ее перенесли на 2023. Также установили ежемесячную плату в размере 1 рубля на год по договорам аренды земельных участков, независимо от их площади. Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей освободили от вносов за размещение открытых кафе за первые шесть месяцев этого года. До конца лета продлили сроки оплаты по земельному, транспортному, а также налогу на имущество организаций за первый квартал. Кроме того, перенесли срок платы за патенты в первом полугодии и осрочили оплату единого сельскохозяйственного налога, а также налогов для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. Прямые расходы, которые идут в 2022 году, это порядка 20 миллионов рублей, плюс у нас есть кассовый разрыв, то есть те платежи, которые происходят отсрочка в 2022 году, это 105 миллионов рублей и кассовый разрыв 2023 года 166 миллионов рублей. То есть фактически на 2022 год это 125 миллионов рублей по нашим подсчетам. В марте, накануне 8-й годовщинного соединения Крыма и Севастополя с Россией, президент страны Владимир Путин провел традиционное совещание по вопросам социально-экономического развития регионов. На нем глава государства заявил, что у крупного российского бизнеса теперь есть все условия, чтобы начать полноценную работу на полуострове. Такая возможность, по словам Владимира Путина, появилась из заведенных против нашей страны европейских и американских санкций. Введенные против России ограничения, они, конечно, создают немало проблем. Но не только проблемы создают. Они открывают для нас новые возможности. В том числе сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, ну прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер, ну теперь им нечего бояться. Теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки на полуостров и активно работать в регионе. Российский лидер пообещал поддержать такую активность со стороны бизнес-сообщества, в том числе за счет развертывания инфраструктуры финансовых и других услуг для предпринимателей. В итоге в Крыму начал полноценно работать крупный отечественный банк, входящий в топ-10 страны по объему активов. В этой связи одно из наших ведущих банковских учреждений со стопроцентным госучастием – это Промсвязьбанк. Он, в принципе, уже присутствует на полуострове. Но учреждение должно уже начать работу в Крыму как можно быстрее и шире. Нужно внедрять перспективные продуктовые линейки, кредитовать сельское хозяйство, строительство, туризм и другие ключевые для региона отрасли. Спустя всего полтора месяца первое отделение Промсвязьбанка открыло свои двери по адресу улица Большая Морская, 33. При подписании договора о сотрудничестве губернатор города отметил, что для Севастополя важны надежные финансовые партнеры. Далее цитата. «Открытие Севастопольского отделения ПСБ – долгожданное событие для города. Присутствие Промсвязьбанка в Севастополе не только создает дополнительную инвестиционную привлекательность региона, но и дополнительные рабочие места для горожан», – заявил Михаил Развожаев. В свою очередь, председатель Промсвязьбанка Петр Фродков рассказал, что материковый крупный банк готов оказывать всестороннее содействие в реализации проектов в Севастополе, направленных на дальнейшее раскрытие его инвестиционного и экономического потенциала. Еще одна встреча губернатора Севастополя с президентом России состоялась в ноябре. Основной темой беседы стали успехи города-героев в сфере экономического развития в 2022 году. Михаил Развожаев отчитался об исполнении местного бюджета почти на 70%. При этом собственные доходы выросли чуть менее чем на четверть и почти достигли 20 миллиардов рублей. По информации градоначальника, увеличился и валовый региональный продукт на 12%. Это более 186 миллиардов рублей. Выросли и инвестиции в развитие региона. До 61 миллиарда 800 миллионов рублей. Более половины из них внебюджетные, подчеркнул Михаил Развожаев. По федеральной целевой программе, главному нашему инструменте развития, в этом году она с возмездной дотацией с федерального бюджета на реализацию ФЦП, это почти 25 миллиардов рублей, 24,7. В настоящее время исполнено на 67,2%, 16,6 миллиардов. То есть все строки идут ритмично. Это значит, что в конце года мы планируем к стопроцентному освоению всех мероприятий. Мы должны ввести 35 объектов в этом году. Сейчас как раз идет финальная стадия, приемки и так далее. И здесь мы рассчитываем полностью все выполнить. Губернатор Севастополя договорился с главой государства о создании армии морских дронов в нашем городе. Подробнее об этом он рассказал на аппаратном совещании в местном правительстве 7 ноября. Осталась встреча с президентом нашей страны, Владимир Владимировичем Путиным. Там ряд тем обсудили, важных для региона, ну и, на мой взгляд, важных в целом для сегодняшней обстановки. Одна из важных – это организация производства морских дронов, надводных и подводных. В Севастополе товарищ Зеленский объявил, что там армию дронов собирается делать. Нам, соответственно, армию дронов сделать быстрее. И для этого надо сейчас приложить все усилия. Поэтому давайте на этой неделе пройдем совещание там. Производство организуют на базе Севастопольского морского завода. На встрече с президентом шла речь о загрузке предприятия заказами. Просил поддержку нашему Севастопольскому морскому заводу. Соответственно, получена поддержка в том смысле, что в целом в рамках гособоронзаказа будут рассмотрены возможности нас поддержать. Поэтому на этой неделе нужно будет провести совещание, соответственно, с коллегами из ОСК. Также Игорь Анатольевич, Александр, значит, привлекаем наших специалистов из научно-образовательного центра. Те, кто занимается морскими аппаратами, в принципе, мы это и в рамках архипелага обсуждали, что такой центр компетенции может в Севастополе появиться. Ну и понятно, что сейчас это очень актуально. Вскоре на площадке Севастопольского государственного университета прошло первое совещание по организации производства беспилотных надводных и подводных аппаратов. Глава города обсудил план работы с представителями Севморзавода, ОСК технологии, Межрегионального научно-образовательного центра Мореагробиотех, специалистами и руководителями кафедры СевГУ и другими представителями профессионального сообщества. В конце ноября губернатор пригласил присоединиться к производству морских дронов сторонних разработчиков, участников Международного промышленного форума «Интеллект машин и механизмов». На нем инженеры обсуждают существующие и перспективные технологии в сфере интеллектуальных и роботизированных систем на основе российских разработок. Одной из системообразующих предприятий нашего города – Севморпорт – столкнулась в 2022 году со значительным падением доходов. Учреждение лишилось около 140 миллионов рублей выручки в год. При этом кредиторская задолженность Севморпорта достигла 175 миллионов и продолжила расти. Доход государственного унитарного предприятия снизился из-за негативного действия международных санкций, запретов со стороны Черноморского флота в связи с проводимой спецоперацией и задержкой арендных платежей. Ухудшение положения спровоцировало передача всех пассажирских катеров, паромов и причалов в ведение СИВ электроавтотранса имени Крупадерова. В сентябре стало известно, что за долги Севастопольского морского порта морской вокзал у Графской пристани готовится продать на аукционе. В обращении профсоюзных комитетов порт в законодательное собрание Севастополя говорилось о создании научно-исследовательского и конструкторского института испытательных машин, приборов и средств измерения, который займется портами Севастополя, Феодосии и Керчи. Однако это предприятие примет не все имущество и не весь коллектив Севморпорта. В частности, на другой уровень управления перейдут самые доходные активы, те, что находятся в Камышовой бухте. А из коллектива в 470 человек предположительно вновь примут на работу только 312 сотрудников. Севморпорт настаивал на приостановке торгов до переоценки комплекса. Материковая компания ВАК, которая не выезжала на объект для оценки, посчитала, что здание вокзала на площади Нахимова стоит 84 миллиона рублей. В октябре местные власти заявили о попытках реанимировать Севастопольский морской порт. Стало известно, что государственное унитарное предприятие частично перейдет в федеральную собственность. Способы помочь улучшить экономическое состояние Севморпорта обсудили на расширенном заседании профильного комитета законодательного собрания. Как сообщил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иена, процесс передачи части имущества в федеральную собственность не повлечет за собой изменение вида деятельности порта. Также чиновник пообещал, что все сотрудники предприятия сохранят свои рабочие места. Планы по приватизации городских предприятий будут рассматривать депутаты законодательного собрания Севастополя. Это следует из обновленного закона. В сентябре парламентарии приняли его сразу в двух чтениях. После этого правительство города сможет сформировать прогнозный план приватизации на следующий год. Список объектов, которые могут перейти в частные руки. Законопроект разработан по результатам мониторинга права применения закона города Севастополя от 25 июня 2014 года номер 45 ЗС о приватизации государственного имущества города Севастополя. Проведено законодательным собранием города Севастополя в рамках анализа изменений федерального законодательства, регулирующего вопросы приватизационного процесса. На протяжении длительного времени федеральное законодательство в сфере приватизации государственного имущества вносились изменения, а в законодательстве города Севастополя указанные изменения не учтены. В связи с чем в нормах закона 45 ЗС во многом содержат противоречия нормам в сфере приватизации. На заседании депутаты законодательного собрания упомянули негативные примеры приватизации, как раз, например, готовящийся к торгам морской вокзал у Графской пристани. В ответ Александр Ксенофонтов заверил, что прогнозный план будет утверждаться заксобранием города. Также будут проходить публичные слушания. При этом руководство Севастополя пока не может помочь встать на ноги еще одному потенциальному крупному налогоплательщику региона – бывшему приборостроительному заводу «Парус». Сейчас он находится в частных руках. Компания, владеющая некогда градообразующим промышленным предприятием, не заинтересована в его возрождении. Собственник рассматривает возможность застроить территорию. Городские власти не согласны с этим. Однако способов вернуть имущество в государственную собственность пока нет. В этом призналась вице-губернатор Севастополя Мария Литовка в ходе пленарного заседания местного законодательного собрания в октябре. Сейчас нет инструментов, которые бы позволили нам национализировать эту территорию и предусмотреть уже ее развитие с точки зрения государственной политики. Не все предложения в ПЗЗ или иные другие, которые будут по этой территории в части «давайте построим там жилье», я кому-то обещал, а я думаю, все видели в интернете эти ходящие схемы, наша позиция однозначна. Это промышленная территория. И мы ввели переговоры, чтобы все-таки инвестор одумался и реализовал там хотя бы технопарк. Да, в этом есть сложности. Если депутатский корпус будет помогать нам в этом, мы готовы с вами одним фронтом идти и реализовывать, развивать эту территорию как промышленную. Мы в этом крайне заинтересованы. Давайте честно говорить, промышленность в Севастополе была разрушена, уничтожена в предыдущие периоды путем приватизации, путем разделения на торговые площадки и перепродажи. То же самое коснулось и Парус, где там частное лицо действительно хочет построить многоквартирные дома с тем, чтобы продать их. И, конечно, не заинтересован в возобновлении промышленного производства. И здесь, я еще раз повторю, депутаты готовы помогать, если нужно какие-то решения на законодательном уровне. Зеркальная ситуация сложилась с другим важным для Севастополя предприятием. Имущественный комплекс и земля инкерманского завода марочных вин будут переданы в частную собственность. В декабре депутаты законодательного собрания Севастополя запустили этот процесс. С 2004 года руководство инкерманского завода арендует имущество у города. Однако инфраструктура предприятия сильно изношена и нуждается в крупных вложениях. Со следующего года федеральное законодательство изменилось и производить винодельческую продукцию в арендованном имуществе запрещено. Она должна быть только в собственности. И второе, это то, что группа, которая сегодня управляет заводом, в случае проведения приватизации, выкупа, готова порядка 5 миллиардов в течение нескольких лет вложить в развитие завода. Если это решение не будет принято, то в арендованное имущество деньги вкладывать никто не будет. Соответственно, город мог потерять такие значительные инвестиции, которые в целом бы изменили состояние завода. Директор предприятия Лариса Шемчук подтвердила, что решение приватизации позволит не останавливать работу завода, сохранить коллектив и объёмы выпуска продукции. Самое главное, что эта реконструкция, во-первых, добавит и рабочих мест, да, и ещё я подчёркиваю, мы реконструкцию будем вести, ни в коем случае не снижая производительность и не останавливая производство. Согласно прогнозному плану приватизации госимущества в Севастополе, форму собственности также поменяют три государственных управляющих компании – УК «Север», УК «Нахимовского района» и УК «Стрелецкая бухта». Они станут акционерными обществами со стопроцентным государственным участием. Менее повезло севастопольскому винодельческому заводу, который пытается выкарабкаться из кризиса с 2015-го. За последние два года кредиторская задолженность государственного унитарного предприятия, агропромышленное предприятие «Севастопольский винодельческий завод» снизилась на 120 миллионов рублей. Однако всё ещё остаётся высокой. Сейчас она составляет 190 миллионов. При этом глава департамента сельского хозяйства Наталья Скорикова считает работу учреждения эффективной. Говорить о том, что эффективно оно работает сейчас, да, я могу это сказать, что эффективно, потому что предприятие находится в полном цикле своей работы. Сложная история предприятия, она длится с 2015-го года, тогда, когда был взят большой кредит предприятия, но за последние два года ни одной копейки кредита не было. И сама кредиторская задолженность за последние два года, она снизилась на 120 миллионов рублей. То есть два года назад, насколько я помню, была цифра 350 миллионов рублей кредиторская задолженность. На сегодняшний день она составляет 190 миллионов рублей. Заступился за государственное унитарное предприятие и профильный вице-губернатор Алексей Парикин. Он пообещал, что скоро динамика развития Севастопольского винодельческого завода станет гораздо заметнее. Динамика действительно есть, но, Антон Юрьевич, вы абсолютно правильно сказали, что динамика должна быть, она должна оцениваться либо в цифрах, либо в деятельности данного предприятия. Вы прекрасно скоро увидите эту динамику. И на комитете по бюджету, который у нас проходил, прислушивание к бюджету, я уже говорил, что данное предприятие у нас выходит уже на уровень сопредельных государств. Директор предприятия выезжал в Белоруссию, и у нас уже есть заказы оттуда, на нашу винодельческую продукцию. Также нелегко в условиях проведения спецоперации для городских чиновников выдалась разработка проекта бюджета на следующий год. Когда его впервые представили на рассмотрение депутатов в конце ноября. Общий объем доходов на 2023-й был запланирован в размере 59 миллиардов 700 миллионов рублей. При этом потратить рассчитывали 64 миллиарда 200 миллионов. Дефицит бюджета в следующие 12 месяцев мог достигнуть 4,5 миллиардов. Губернатор Севастополя многократно акцентировал внимание на том, что бюджет в первую очередь ориентирован на проведение социальной политики. На национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрели более 40% бюджетных средств. Депутаты озвучили ряд замечаний к проекту главного финансового документа следующего года. Я хочу обратить внимание на то, что, конечно же, динамика есть положительная у нас в том, что растут наши собственные доходы в городе Севастополе. Это позитив. Но сам город тоже растет, и потребности города растут. И в этом смысле, конечно, проблемы у нас остаются. Депутаты на эти проблемы внимание обращали. Мы считаем, что, конечно же, очень сложная ситуация у нас с здравоохранением. Сложная ситуация у нас, конечно же, в городском хозяйстве. Очень беспокоит ситуация и в транспорте. Высказала свои замечания и председатель контрольно-счетной палаты Севастополя Юлия Кокарева. Она назвала проект бюджета излишне оптимистичным. Мы считаем его излишне оптимистичным по некоторым показателям. В том числе прогноз роста реальных располагаемых доходов населения в 2023 году более чем на 8%. И в 2024-2025 годах более чем на 10-11%. Соответственно, с учетом нашей с вами оценки уровня инфляции за 2022 год и усиление санкционного давления не представляется реалистичным. Мы считаем, что в трехлетнем периоде потребительский спрос не станет драйвером развития экономики города Севастополя. Кроме того, по мнению специалистов, планируемые расходы не помогут решить системные проблемы Севастополя. По нашему мнению, законопроектом не решены вопросы снижения кредиторской задолженности медицинских организаций, объем которой значительен. Не предусмотрено финансирование механизмов при остановлении прекращения темпов роста данного показателя. И также мы считаем, что с учетом доклада Департамента образования не уделено внимания инструментам привлечения в регион педагогов по основным направлениям общего образования – математики, физики, истории, химии, в связи с чем подготовка детей по данным направлениям по-прежнему в ряде случаев останется проблемой родителей. Ко второму окончательному чтению законопроекта бюджет увеличился на 11 миллиардов рублей. Такую немалую сумму чиновники планируют получить из федерального бюджета и бюджета Москвы. Это позволит увеличить и расходную часть. Скорректированный главный финансовый документ города приняли депутаты Законодательного собрания Севастополя 19 декабря. Из наиболее значимых я отмечу увеличение средств, направляемых на поддержку участников специальной военной операции – более 300 миллионов рублей, на здравоохранение – также более 300 миллионов рублей, 70 миллионов рублей направляется дополнительно на модернизацию электросетевого хозяйства в районе мыса Фиолент и Юхариной балки, 70 миллионов направляется на проектно-изыскательские работы по Севастопольскому экотехнопарку по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 250 тысяч тонн в год. В целом в 2023 году доходная часть бюджета составит 70 миллиардов 800 миллионов рублей. При расходах – в 75 миллиардов 400 миллионов. Бюджет непростой, действительно, там задавали ряд вопросов по поводу дефицита. Дефицит, в принципе, у нас из года в год примерно такой, в этом году чуть выше, но тем не менее мы работаем с федеральным правительством, в том числе в рамках поручения президента, чтобы эти деньги дополнительно получить в виде дотации и покрыть наиболее острые проблемы, на которые пока не хватает собственных доходов. Вместе с тем все социальные расходы бюджета, полным рублем заложены в бюджет, все, что необходимо, проиндексировано, поэтому бюджет, как обычно, социальный. Немаловажным источником прибыли города, если не считать средства федерального центра, остаются налоги. Во время отчета об исполнении бюджета Севастополя за первые полугодия 2022-го, вице-губернатор Алексей Парейкин заявил, что больше всего отчислений в городской бюджет направляют организации из строительной отрасли. Постановка на учет организаций, которые у нас находятся в городе Севастополе. К примеру, приведу объекты, которые находятся на мысе Хрустальном. В прошлом году было в бюджет города Севастополя уплачено этими организациями 52 миллиона. По состоянию за 9 месяцев эта сумма уже составляет 199 миллионов рублей. То есть строительная отрасль у нас выходит на очень высокий уровень. Как видим, строители различных кластеров в Севастополе значительно пополняют местную казну. И город тоже не остается в стороне. Для реализации двух крупных инвестиционных проектов – яхтенной марины в Балаклаве и туристического кластера на северной стороне Севастополя – потребуется дополнительное вложение в инфраструктуру – почти 16 миллиардов рублей. Об этом рассказал губернатор Севастополя на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике в июне. Это разнообразная по своему характеру инфраструктура. Но мы знаем, почему выносим сегодня на комитет эти задачи. Что формируется программа правительственная, оператором которой будет, скорее всего, Федеральное агентство по туризму, которое позволяет под крупные туристические объекты получать инфраструктурную поддержку финансовую. К примеру, проект, реализуемый публичным акционерным обществом «Мостотрест», потребует дополнительных вложений со стороны государства в сопутствующую инфраструктуру. Здесь в настоящее время общий расчёт порядка 12 миллиардов потребностей субсидий в обеспечивающую инфраструктуру. Это и все виды сетей от канализации до электрических мощностей. Кроме того, Михаил Развожаев рассказал о создании туристического кластера на северной стороне Севастополя. Масштабный проект позволит привлечь более 20 миллиардов рублей инвестиций. Однако, как и в ситуации с Балаклавской яхтиной «Мариной», государство в лице местного правительства собирается обеспечить район необходимой инфраструктурой. Это вот тоже, как выглядит сейчас, в украинский период были попытки застроить какими-то объектами. Всё это брошено, сейчас в таком виде стоит, причём уникальная совершенно территория. В подходе инвесторы, которые готовы вложить средства, сдерживает также отсутствие инфраструктуры. Здесь порядка на первом этапе до 4 миллиардов необходимо для того, чтобы запустить несколько крупных инвестиционных проектов на северной стороне. Работа в этом направлении уже началась. На северной стороне Севастополя построят крупный комплекс апарт-отелей за 15 миллиардов рублей. Соответствующее соглашение с инвестором подписал губернатор нашего города Михаил Развожаев на Петербургском международном экономическом форуме. Вот недавно на городостроительном совете мы приняли решение о развитии такого значимого и значительного участка побережья на северной стороне Севастополя, как рекреационный кластер. И в частности, во многом это решение стартовало, потому что один из очень серьёзных инвесторов приобрёл участок земли в частную собственность и вышел с предложением инвестиционного проекта создания пятизвёздочной гостиницы и комплекса апарт-отеля рядом и с развитием всей территории, с публичным пляжем, с очень большой зелёной зоной. У нас строится многофункциональный комплекс. Это будет отель, это будет апарт-отель в едином управлении, большие зоны для рекреации, для отдыха, большие функциональные зоны. Мы переделываем линию пляжа, делаем его более комфортным, более удобным для всех жителей как Севастополя, так и для гостей Севастополя. Власти Севастополя намерены помогать потенциальным инвесторам. В декабре чиновники приняли новый вид государственной поддержки предприятий, которые вкладывают средства в реализацию проектов на территории нашего города. В рамках такого соглашения о защите и поощрении капиталовложений правительство обязуется не применять законы, которые могут ухудшить выполнение инвестиционного проекта. Договор дает возможность пользоваться налоговыми льготами и возмещать в часть затрат на создание инфраструктуры. Инвестиционный проект должен соответствовать критериям не менее 200 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. Могут реализовываться проекты за исключением проектов в сфере акцизных направлений. Также оптовой розничной торговли – это то, что нельзя. Деятельности финансовых организаций поднадзорных Банку России и в области строительства, модернизации, реконструкции административных деловых центров и торговых центров, а также жилых домов за исключением комплексного развития территории. То есть в рамках КРТ соглашение по СЗПК можно заключать. Одной из самых пострадавших отраслей в этом году можно назвать туристическую. В начале 2022 года начальник управления туризма правительства города Лариса Остапенко отчиталась о возвращении к доковидному показателю по количеству отдыхающих в Севастополе. В 2021 году город-герой посетили 640 тысяч туристов. Однако относительная близость к зоне проведения специальной военной операции и закрытое небо привели к ухудшению ситуации. Спрос на отдых в Крыму в этом году упал на 19% по сравнению с 2021. Предварительные итоги высокого летнего сезона подвели в рост туризма в сентябре. Подробностями поделилась глава федерального агентства Зарина Дагузова в своих социальных сетях. Само ведомство, к слову, расформировали в октябре 2022. С мая по август в стране отдохнуло около 25 миллионов человек. И это выше показателей прошлого года и даже до пандемийного 2019. Несмотря на транспортные ограничения, на популярных южных направлениях сезон состоялся. В Крыму падение спроса составило порядка 20% относительно прошлого года. А в Краснодарском крае показатели туристического потока даже превысили прошлогодние на несколько процентов. В результате значительного сокращения туристического потока местные ательеры и рестораторы терпят убытки. Преодолев коронавирусные трудности, севастопольские предприниматели надеялись восполнить резервы в новом туристическом сезоне. Однако, чтобы оставаться на плаву сейчас, предприниматели были вынуждены брать кредиты. При этом выручка упала в среднем на 50%, а у некоторых компаний и то больше. В тот момент, когда мы начали обращаться по сегодняшний день, я могу вам точно сказать, что сейчас 4 предприятия закрылись. И они не просто закрылись, они продают свои активы полностью. То есть это вот та стадия бизнеса, когда уже нет ни одной надежды его вытянуть. И их просто продают. И дальше с каждым днем количество подобного рода предприятий будет просто увеличиваться, если мы не рассмотрим те меры, которые помогут нам удержаться. Севастопольские предприниматели жаловались. Отмена оплаты за аренду летних кафе вступила в силу слишком поздно. Более того, эта мера поддержки распространяется лишь на малую часть ресторанов. Значительную часть мер поддержки, принятых местными властями, предприниматели и вовсе назвали вредными. Они базируются на отсрочке, что никак не поможет сохранить средства в будущем. Когда эта отсрочка заканчивается, мой платеж увеличивается на период отсрочки. Понимаете, если я раньше в месяц платил 100 тысяч, грубо говоря, в месяц, то на полгода взяв отсрочку, мне эти полгода распишут на оставшиеся полгода. И когда я вынужден буду вернуться к платежам, мой платеж будет составлять уже не 100, а 250 тысяч в месяц. Учитывая то, что сегодня предприятие находится в упадке, соответственно, мы недополучаем прибыль. Соответственно, когда мы выходим из этого пике, нам надо больше платить, а платить нечем. Призывы севастопольских рестораторов о помощи услышали чиновники, причем на самом высшем уровне. В ноябре на поддержку туристической отрасли Крыма правительство России выделило более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Из них Севастополь получил 113,5 миллионов. О подписании соответствующего распоряжения заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Средства пойдут на единовременную выплату для полутора тысяч организаций в сфере туризма. При условии, что в течение шести месяцев с 1 октября текущего года до начала апреля следующего будет сохранена занятость на уровне не ниже 80%. Такая финансовая поддержка определена с учетом показателей развития туристического сектора в этих регионах. Ну а также двух минимальных размеров оплаты труда в этом году. 113,5 миллионов рублей направили на субсидии предпринимателям из наиболее пострадавших отраслей. Объем выплат рассчитывался исходя из двух минимальных размеров оплаты труда на одного сотрудника. Это более 30 тысяч рублей. В перечень получателей вошли представители отрасли общественного питания, гостиничной сферы, морских перевозок, туристических агентств, операторов и других сфер. Мы столкнулись с тем, что в рамках той работы, которую мы проводили и порядка, которую принимали, старались обеспечить механизм, чтобы предприниматели не допускали ошибки при заполнении своих реквизитов, своих счетов. Но столкнулись с тем, что некоторые организации имеют особые счета. И здесь для того, чтобы привести в соответствие возможность им получить в итоге меру поддержки на их счет, мы просто дополняем вот этот пункт в акте, чтобы все могли воспользоваться данной мерой поддержки. Хорошо. Предлагается поддержать. А до Нового года успеете раздать? Да, конечно. А тем временем в Севастополе начали готовиться к следующему туристическому сезону. Окрестности города начинают обрастать гостиницами нового формата. Круглогодичные, модульные, некапитальные средства размещения строят предприниматели, воспользовавшись грантами. Об этом рассказала начальник управления туризма Лариса Остапенко. По ее словам, так в регион будет дополнительно привлечено около 150 миллионов рублей частных инвестиций, так как грантовая поддержка на строительство модульных гостиниц предполагает софинансирование. На Фиоленте, база отдыха «Каравелла», то есть они уже достаточно активно возводят, и я вот по последним отчетам видела, уже пять модулей возведено. В районе Ласпи, это пляж «Дельфин», там тоже будет порядка 19 модулей возведено, тоже уже ведется активная работа в районе «Золотой балки», то есть у нас еще появится в районе «Языковой балки» и на «Батильмане», то есть достаточно 101 модуль, это порядка 200-250 мест, ну как бы… Для размещения. Да, как бы койка мест, но он звучит так себе, вот, то есть для размещения, и порядка 70 новых рабочих мест. А если подводить итоги года в сельском хозяйстве, то 2022-й выдался довольно успешным. К осени стало известно, что аграрии Юга России нарастили объемы производства. Темпы уборочной кампании получились выше прошлогодних. Увеличился урожай зерновых, овощей и картофеля. По данным мониторинга отделения Банка России в Севастополе, наиболее значительный рост объемов производства отметился у местных виноградарей. На начало сентября урожай почти в два раза превысил аналогичные прошлогодние показатели и составил почти 6,5 тонн. Этому способствовало расширение площадей. В нынешнем году они увеличились на 4,5%, а это почти 5 тысяч гектаров. Увеличение площадей яблоневых садов на 60 гектаров и благоприятная погода повлияли также на рост нынешнего урожая яблок. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года сбор увеличился с 1 до почти 7,5 тонн. Таких показателей удалось достичь в том числе за счет планомерной государственной поддержки. В марте 2022 года чиновники приняли многомиллиардную программу развития сельского хозяйства до 2030 года. С учетом всех источников финансирования до 2030 года в реализацию программы будет вложено 5 миллиардов, около 5 миллиардов рублей, из которых 3,2 миллиарда рублей – это средства федерального бюджета. И 380 миллионов рублей – средства бюджета Севастополя. По словам директора Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка, реализация госпрограммы позволит увеличить объемы продукции, производимой в нашем городе, повысить зарплаты аграриям, а также поспособствует привлечению новых инвестиций. Так, более 2 миллиардов 300 миллионов рублей потратят на закладку новых виноградников, а 127 миллионов рублей – на фруктовые сады. По словам Натальи Скорюковой, таким образом планируется закладывать до 300 гектаров виноградников и 15 гектаров фруктовых садов в год. Также предусмотрены субсидии на обновление и модернизацию сельскохозяйственной техники. На ближайшие три года предусмотрено финансирование в размере 45,4 миллиона рублей средств федерального бюджета и 1,7 миллиона рублей средств бюджета Севастополя. Предусматривается предоставление грантов «Агросортап» на создание и развитие крестьянско-фермерского хозяйства в размере 2,5 миллионов рублей каждый, а также грантов на развитие сельскохозяйственных потребительских корпоративов в размере 3 миллионов рублей. Уже в 2022 году севастопольские виноградари получили чуть более 409 миллионов рублей, из которых средства федерального бюджета – 364 миллиона. По состоянию на 8 августа до субъектов хозяйствования доведено в целом по программе 301 миллион рублей и составляет 73,5% от общего объема бюджетных обязательств. Специализацией аграрной отрасли города Севастополя является виноградарство. В 2022 году в бюджете Севастополя на государственную поддержку развития виноградарства предусмотрено 245 миллионов рублей, из которых 233 миллиона составляют средства федерального бюджета, 12 миллионов – средства бюджета города Севастополя. На закладку и уход за многолетними виноградниками выделено 238 миллионов рублей. Поддержку получило 21 предприятие. Тепличные хозяйства и перерабатывающие предприятия в сфере пищевой промышленности получили 3 миллиона 800 тысяч рублей. Рыбоконсервному заводу «Аквамарин» выделили около 2,5 миллионов. Хлебокомбинату потребовалось почти 19 миллионов рублей на компенсацию части расходов на производство и реализацию продукции. Получателем субсидии является ООЦ «Альхлеб». К настоящему моменту доведено 8,9 миллионов. Компенсация равномерна, распределяется по году и выплачивается ежемесячно. Цены на две позиции держат? Держатся цены, там контроль ведется. За счет собственных средств бюджета города Севастополя субсидируется исторически сложившаяся в регионе рыболовецкая отрасль. В этом году на поддержку промышленного рыболовства в целом было направлено 29,5 миллионов рублей. Подводя итоги 2022 года, стоит отметить, что в большей степени экономика города продолжает держаться на инфраструктурных и социальных проектах, финансируемых из федерального центра, а также из бюджета правительства Москвы. А основные инвестиции продолжают поступать через строительную отрасль. И власти рассматривают девелопмент как основной локомотив экономики. Хотя немало может дать развитие промышленности и сельского хозяйства, помимо виноградарства и виноделия. В начале 2023-го правительство Севастополя обещает представить обновленную стратегию социально-экономического развития города. Будет интересно посмотреть, что изменилось с момента принятия предыдущей редакции в 2017-м.